Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим карельский суп хи-си. Хи-си в переводе лось. Правильно его готовить, наверное, из лосякины. В Карелии лосей полным-полно. Их полным-полно и в Костромской области, и в Ярославской, и в Вологодской вообще немерено. И когда дальше едешь туда, их становится все больше и больше. В июне ездить вообще невозможно, потому что они перебегают через дорогу просто как здравствуйте. И можно доехать, например, до Вологды, увидеть трех сбитых лосей. Там аварии постоянно случаются. То есть ужас, что творится, сколько развелось лосей. Значит, я предполагаю, что у вас нет лосякины, поэтому вы можете делать это из лосякины, а можете делать из говядины. Я вам это все дело разрешаю. Погнали! Берем лосятину-говядину. Где-то, ну, так, по вкусу. Чем лосякины не очень хорошо? Это такая вообще, там капельки жира нету, там все очень сухо. Ее нужно готовить особым способом. У меня есть и борщ на лосякины, и суп с лосякиной, и чего только у меня нету. То есть есть такие рецепты. Но для того, чтобы хотя бы немножко, пусть меня карельцы простят, да, пусть хотя бы немного адаптируем это все под настоящую действительность. Возьмите хотя бы сухую говядину. Ну, то есть не надо, там, какие-то, там, такие костяные брать куски. Возьмите простую сухую говядину, вот так, чтобы немного было жира, вот прямо вырезку какую-нибудь возьмите, или что-то в этом роде. Такую, можете плотнее, там, где-то с ноги взять, или что-то еще, мясо. И вот из него варите, тогда будет вообще здорово. Также потребуются нам сухие грибы, вот они замоченные, потребуются свежие грибы, потребуется буквально немного, там, 3-4 картошины, вот такие вот. Потребуется одна большая луковица, один чеснок, растительное масло, укроп, укроп, карельское блюдо, укроп заходит в эти блюда, и в рыбные заходит, и в мясные блюда заходит. Все, укроп обязательно, петрушка, вариация, можете делать, можете не делать, разрешаю. И, понимаете, такая штука получилась. Ну, вроде бы все понятно, да, но здесь откуда-то берутся помидоры. Я просмотрел немало рецептов, был в Петрозаводске, в фирменном ресторане карельской кухни, и проверил, посмотрел видео, посмотрел источники, купил книгу, и там везде помидоры. Поэтому берем помидоры в собственном соку. Свежие помидоры, ну, я не знаю, надо или не надо, я бы взял в собственном соку, и мне кажется, что это правильно. Потому что свежие помидоры, они хоть и есть сейчас круглый год, но сами понимаете, помидоры в собственном соку понятны, стандартные и круглый год. а помидоры свежие, они то пластмассовые, то не поймешь чего, то они дозрели, то не перезрели и так далее, и так далее. Лучше возьмите стабильно в собственном соку. Что еще потребуется? Черный перец, дробленый. Ну и приправы лучше всего шеф-шаров для мяса. Можете взять вкусная свинина, хотят здесь говядина, но можете взять для котлет, можете взять вкусное мясо. Ну, в общем, мясная какая-то приправа, которая раскроет вкус мяса. В этом случае. Будем готовить в казане с последовательной закладкой ингредиентов. Не будем там в одной, в этой, в чат, тут, тут, тут копаться не будем. Будем приближать это все к древним рецептам. Но мы-то прекрасно понимаем, что к древним рецептам добавился томат и добавилась картопля. Погнали дальше. Сначала выливаем, соответственно, масло. И по очереди, внимание, сначала лук, потом мясо, потом картошка. Вот таким образом. Лук, вы понимаете, почему. Мелко не надо делать. Делаем вот такими полукольцами. Почему делаем именно так? Потому что я предполагаю, что первоначально это было блюдо охотников. И на самом деле карельский эпос говорит о том, что хиси – это лось, которого мы можем увидеть в качестве полярной звезды на небе. То есть на небе есть лось. Говорят даже, что в корейском эпосе белая большая медведица символизирует лося, на самом деле. Но хорошо. Это карело-финские там эпосы и прочее, прочее. И это, ну, пусть будет так. Но полярная звезда – это лось, хейси. И млечный путь – это следы лося, которые он делает по лесу, к снегу. А что еще? Да, полярная. А большая медведица – это, соответственно, так как это всегда привязано, это, значит, охотник, который идет за лосем и никогда его не может догнать. Так, ставим на огонь. Я дорезаю мясо и ставлю быстро все на огонь, чтобы все это дело обжаривалось. Вот куски мяса должны быть вот такие. То есть, чтобы на тарелку оно не растворялось, чтобы в супе там его можно было найти. Но с другой стороны, чтобы можно было его как-то обжарить и запечатать внутри, чтобы оно сочное оставалось, не выдавало, как бы, основную массу своего сока, чтобы каждый кусочек был такой, ах, вкусный. Так, вот такими небольшими кусками нарезаем наш картофель. Ну, средними, так называемые. Так, чтобы он уже сейчас, на данном этапе, немножко схватился, немножко там пропарился, прожарился. И уже, пока мы обрабатываем его со специями, с чесноком, с кусочками вот, с пеньками, с зеленью, мы это все жарим. Вот так тоже сделайте, сразу же пеньки отрежьте. Зелень оставьте в стороне. И вот мы сейчас это все пока обжариваем, это будет здорово, вкусно. Все, можете туда, прямо к мясу добавлять. То же самое делаем с зеленью, традиционной. Я пеньки не выбрасываю, а складываю в пассеровку или в обжарку какую-то. Вот так, смотрите, много чеснока. И специи. Чеснок я нарезал специально, слайсами, для того, чтобы показать свое мастерство. Я добавил специи шеф-шаров, которые предназначены для мяса. Любые на ваш вкус. И еще я добавлю сейчас дробленого перца немножко. Вы не представляете, пахнет уже жареной картошкой, мясом, луком, зеленью. Еще и специи пошли. То есть вот так вот, вот так должно быть, понимаете. То есть вы, этот вкус охотника, это вкус, который делается там во дворе, где-нибудь в доме. Вот он, посмотрите, какая красота. Вот надо этого добиться. И чем лучше вы это обжарите, тем будет, естественно, круче основа нашего супа. Потому что именно вот эта база, понимаете, именно вот эта база. А дальше уже будет, ну, вообще бомба. То есть гиперзвук начнется. Гипервкус в данном случае. Так, ну, в общем, смотрите. Куски вы поняли, каких размеров. Картошка, понятно. В принципе, картошка уже подварилась. То есть она уже слегка снаружи так она пообмяклась чуть-чуть. И уже ароматы все видны. Теперь закладываем грибы сухие сюда. Раз. Отлично. И, соответственно, свежие грибы сюда закладываем. Опа. Суп не жидкий. Суп мужской. Суп настоящий. Все, вперед. Белые грибы предварительно отваривать не надо. Запомните это. Они и так съедобны сразу же. Так, ну что. Зелень я уже нарезал. И давайте вот в этом бульоне. У нас бульон остался. Его не выливайте ни в коем случае. Это вообще... Вообще, в данном случае это золотая штука. Две ложки растворяем муки. Можете миксером бомбануть. Как хотите. Все, две ложки муки растворили. И на этом этапе идем опять к плите закладывать, закладывать помидоры. И вот этот вот чудесный бульон, который тоже придаст густоты, аромату нашему супу Хейси. Так, прямо в миске можно вот эти помидоры в собственном соку чуть-чуть, ну так, покоцать, поделить из целых. Сделать там половинки, чтобы они как-то... Бить их полностью не надо, чтобы кусочки все-таки оставались, но и целыми оставлять, я думаю, как-то бессмысленно. Вот. Разделите их вот по возможности не сильно, но чтобы они... И все, выкладываем. Здесь уже, в принципе, готовое блюдо. Тут мясо, картошка, лук, чеснок, специи и грибы. Разные. Тут все, пушка, все жареное, все готовое. А мы делаем суп, поэтому погнали дальше. Помидоры придадут кислоту. На этом этапе можно, картошечка уже пообварилась, все уже случилось. Делаем еще один предварительный подсол. Выливаем наш бульон, вот этот вот мучной, грибной бульон с мукой. Ну и все. Фактически у нас все случилось. 90% ингредиентов здесь. Осталось залить воды. Уже делайте, как вам положено, как вам приятно, как вы привыкли. Но учтите, что этот суп, в общем, должен быть густой. Это не жижа какая-то болотная. Это лесная похлебка мужская, лесная похлебка охотников, лесная похлебка, там, ну, в данном случае, наверное, не рыбаков, а плотников. Людей, которые капитально, надолго могут уходить в лес и жить там месяцами, добывая пушнину и занимаясь разными другими мужскими занятиями. Ну что, как закипит? И попробуйте на соль, естественно. Я думаю, что минут 20-30 на медленном огне, чтобы картошечка дошла, чтобы все соединилось, чтобы все заработало. За 5 минуты готовности выкладываем укроп и петрушку. Зеленью вас прошу. Не экономить. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, подписчики, ну, в том смысле, что вы уже подписались на мой канал, а не смотрите это все на халяву. Единственный на просторах интернета на данный момент правильный рецепт супа Хиеси. Карельского супа Хиеси. Пожалуйста, встречайте, он готов. Посмотрите, какая красота. Мясо побольше. Грибов побольше. Всего побольше. Слава такой, выходит из ресторана и говорит, приедем, надо было первому сделать обязательно. Потом едят туда еще, мы ехали когда. А мы будем Хиеси делать. Я говорю, да будем, будем. Потом через день. А мы Хиеси будем делать. Короче, задрал меня этот оператор, который сейчас снимает. Вот тебе, на тебе Хиеси ешь иди. Погнали. Суп Хиеси. Хиеси готов. Лось. Суп Лось. Из говядины. Я вам скажу, сразу же, мясо в грибном соусе с луковым этим, вообще пушка. Ой, это вообще. Ребята, это вот, тяну время, да, время идет. Но если бы вы знали, как это вкусно. Вот это вот, вот это вот, мучное, мучное вот это вот все. Ой. Я вот, там стоит сметана. Можете со сметаной делать. Но я первоначально тоже думал, давай сейчас поедим так, а потом попробуем со сметаной. Можно, но я буду есть без сметаны. Значит, давайте сразу же будем говорить, что тут у нас. Не могу. Очень вкусно. Я только что пробовал, снимали борщ и съел тарелку борща. Но я и это тоже съем. Просто потому что вкус от этого, ну, это идеальная вещь вообще. Какое-то совершенство. Белые грибы, понятно, сухие грибы, понятно. Говядина или лосятина в данном случае, это действительно не имеет отношения никакого. Потому что, ну, тут совершенно другие ноты, они такие мясные. И я думаю, что даже, может быть, и предположу даже, что, может быть, и кабанятина подойдет. И все четко. Очень все вкусно, ребят. Буду сейчас есть. Обязательно готовьте по этому рецепту. Смотрите следующие выпуски нашей карельской кухни, эпопеи. Посмотрите выпуск, в котором мы ездили в Карелию и до Соловецких островов. Он красивый. Мы, ну, действительно, очень красиво. И Кижи, Карелии. И Вологодская область, Русский Север. И Архангельская область, Соловецкие острова. Это все очень красиво. Жалко, что сейчас нельзя летать на дронах. И было бы еще красивее сто раз. Мы законопослушные граждане, не пользуемся бандитскими соцсетями, не пользуемся запрещенными сейчас, в данном случае, не рекомендованными, запрещенными средствами съемки. Жалко. Прямо вот жалко. Но все равно получилось красиво. Все равно было красиво. Скоро будет еще несколько карельских офигенных, не побоюсь этого слова, просто суперских, прямо вот, отличных рецептов, которые мы тоже попробовали со Славой и с Георгием в корейском ресторане. У меня есть книжка о корейской кухне, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, напишите комментарии. Можете написать название любимых ваших супов или тех супов, которые вы где-то видели, где-то слышали. Хотя бы название я докопаюсь, найду. Вот. Ну, в общем, вот как-то так. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Держитесь. До приятного. Это уже становится традицией какое-то, Слава. Когда я приготовлю где-то увиденное, где-то услышанное, а потом говорю, что оно слышало. Капец. Как-то даже это немножко непорядочно. Мне кажется, сравнивать не надо. Все не так. Понятно. Надо сказать, где я это ел, там, где я его видел, где его слышал. И как бы все, что. Все, все, все. Ну, вы понимаете, да. Это вообще за бест. Третья сотня. Это один из лучших, самых, ну, последний, за последние 50. Выпуск, вот, наверное, самый лучший. Выпуск. Самый лучший суп. alongside. Я вас вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...